Привет, друзья! Давно не виделись. Это Дима Семенищев, джазовый контрабасист и аранжировщик. Сегодня я проснулся на улице солнца, и я подумал, ну это ли не повод записать новый выпуск Сектора Джаза. Пусть он будет практически одним дублем и минимум монтажа, но он будет максимально полезен. Поехали! После выпуска с Андреем Блинчевским мне пришло несколько сообщений на тему того, объяснить про транспонирующие инструменты. И скажу по своему опыту, еще когда я преподавал в ВУЗе, это одна из самых частых ошибок транспонирования инструментов в неправильную сторону. И конечно, сейчас такие времена, когда мы можем вообще не думать о транспонирующих инструментах, если мы пользуемся нотными редакторами. И Final, и Sibelius, и Notion позволяют нам писать любые инструменты встроиться, а потом нажимать волшебную кнопочку, и все транспонирующие инструменты будут написаны правильно и без ошибок. Но, во-первых, это путь в никуда, потому что нам же надо как-то бороться с Альцгеймером, который когда-нибудь постучится в нашу дверь, а для этого надо всегда тренировать наш мозг. И второе, зная, какие именно ноты на своем инструменте играет музыкант, мы сможем залезть ему в голову, узнать, что у него получается лучше, что хуже, и тем самым мы станем более сильными аранжировщиками. А мы же все этого хотим, правда ведь. Поговорим о транспонирующих инструментах, и сегодня мы побольше поговорим о саксофонах. Вообще транспонирующие инструменты это любые инструменты, которые записываются в другой тональности, нежели звучат. Это важное уточнение. То есть мы к этим инструментам не относим гитару, контрабас или флейту пикколы, например. Эти инструменты, как вы знаете, записываются с шагом в октаву, просто для того, чтобы не было дополнительных линейчик на нотном стане. Сейчас я вам расскажу один лайфхак, как никогда не ошибиться с транспонированием инструментов. Допустим, у нас транспонирующий инструмент, например, в строе Б. Это может быть тенор, саксофон или труба. И это обозначает, что как только этот музыкант видит в своих нотах ноту до и играет на инструменте ноту до, звучать будет си бемоль. И когда мы пишем для транспонирующего инструмента, мы должны мыслить с точностью до наоборот. Представим, что нам нужно трубачу написать что-то в фа мажоре. И мы думаем таким образом. Он дует до, получается си бемоль. Что он должен дуть, чтобы у него получилась нота фа? И таким образом, всегда ответьте правильно, дуть он будет ноту соль. Соответственно, у всех музыкантов, у пианиста, у басиста в партитуре будет стоять один бемоль, а у трубача будет стоять один диез. И он будет играть в другой тональности. Что со строем ми бемоль, который характерен для альтсаксофона и для баритона? Точно так же, он играет ноту до, звучит нота ми бемоль. Какую ноту ему нужно сыграть, чтобы зазвучала нота фа? Ему нужно сыграть ноту ре. Соответственно, тот же самый фа мажор для альтиста и баритониста превратится в ре мажор, в тональность с двумя диезами. Вы мне можете сказать, Дим, что-то долго, очень долго можно же открыть Википедию и увидеть, что альтсаксофон транспонирует на большую сексту вверх и так далее, и так далее. Но именно таким образом вы никогда не ошибетесь. Поверьте, сколько раз я видел на экзаменах вот эти партитуры, когда люди знают, что им нужно шагнуть на какой-то интервал, но шагают не в ту сторону. Именно из-за того, что нет понимания, ага, я играю на альте до, значит звучит ми бемоль. Что мне надо сыграть, чтобы получилось вот это? Это чуть более длинное действие, но, во-первых, оно заставит вас никогда не ошибаться. Вы вообще ни разу не ошибетесь. А второе, это для вас станет привычкой, и чем больше у вас появятся практики, тем более автоматически будет происходить в голове вот это вот приключение. Это мой путь, вы можете на него забить, вы можете пользоваться нотным редактором и вообще ни о чем не думать, потому что, а зачем? Но все-таки я вам рекомендую мыслить именно так, мыслить как бы все время задом наперед. Другой популярный вопрос, это то, а зачем вообще появились транспланирующие инструменты на примере того же английского рожка, который родственник Гобою. Он звучит ровно на чистую квинту ниже Гобоя, он в строя F. И многие задавались вопросом, почему не писать его так же в скрипичном ключе, тем более все ноты его диапазона будут помещаться в этот ключ без всяких проблем. Секрет довольно-таки простой. Он заключается в том, чтобы условный Гобоист мог спокойно перейти на английский рожок и он не думал бы о смене аппликатуры. То есть он видит те же самые ноты перед собой, но играет на другом инструменте и они автоматически звучат квинтой ниже. А если бы мы записывали английский рожок, как он звучит, это бы заставило создавать специально отдельных музыкантов, которые умеют играть только на английском рожке. И для них освоение Гобоя стало бы огромной проблемой. И теперь давайте эту мысль оставим и пойдем к саксофонам. Вы можете точно так же зайти на Википедию или любой другой ресурс и увидеть, что саксофон баритон звучит в строе ми бемоль, саксофон тенора звучит в строе си бемоль, саксофон альт звучит в строе ми бемоль. И тут у вас включается некая логика и вы понимаете, что сопрано-саксофон звучит в строе си бемоль, а сопронина, ну вы знаете ответ. Все эти инструменты, вообще все, и сопронина, и бас-саксофон, все нотируются в скрипичном ключе. И у всех нижняя нота по написанию, это си бемоль малая октава. Вспоминаем мысль про Гобой и понимаем, зачем это сделано. Это сделано для того, чтобы саксофонисты стали музыкантами универсальными. Фонист взял альт, поиграл на нем, случилась проблема, надо заменить тенориста, он берет тенор, ему поставят ноты, он сыграет, ему не нужно думать о том, что у него получается-то. Он просто играет в другой тональности. А теперь перейдем к самому важному, к тому, как записывать эти инструменты. И опять же информации куча, и чаще всего вы встретите такой вариант, как альт-саксофон транспонирует на большую секс-ту вверх, тенор-саксофон на большую нону вверх. Это все правильно, так и есть. Однако я рекомендую это делать несколько иначе. Представим, что нам нужно записать вот эту фразу в ля-миноре для трех типов саксофонов. Для альта, тенора и баритона. Первое, что мы делаем, это понимаем, какие тональности будут у саксофонистов. Начнем с альта. Проходим все наши круги ада. Альт играет до, звучит ми-бемоль. Что ему нужно сыграть, чтобы прозвучало ля? Ему нужно сыграть фа-диез. Соответственно, тональность будет фа-диез-минор, три диеза приключения. А теперь мы понимаем эту фразу как набор ступеней внутри тональности. Мы получаем третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И что мы делаем? Мы делаем то же самое фа-диез-миноре. Мы строим эти самые ступени. Третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. Вот и все. Вот мы и странспонировали для альта. Чтобы странспонировать для баритона, который тоже встроен ми-бемоль, мы эту фразу отправляем октавой вверх. А теперь сделаем все то же самое для тенор-саксофона. Итак, для начала понимаем тональность. Тенорист играет до, звучит си-бемоль. Что ему нужно сыграть, чтобы прозвучало ля? Ему нужно сыграть ноту си. Соответственно, мы получаем си-минор. И теперь внутри этого семинора мы строим третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую ступень. И получаем вот это. И буквально несколько новостей по поводу моего канала. Я заглянул в статистику и увидел, что 50% смотрят меня без подписки. Не то, чтобы я сильно расстроился, но если вам нравится то, что я делаю, и вы смотрите это регулярно, нажмите кнопку подписаться, мне правда будет очень приятно. И второе. Что думаете, если вдруг на моем канале будут появляться стримы в виде небольших квартирных концертов с моими любимыми артистами? Скорее всего, в формате дуэта или трио. Напишите, что думаете по этому поводу. Или если вам нравится только музыкально-теоретическая информация от меня, тоже напишите. Мне важно понимать, кто моя аудитория и чего она хочет. С вами был Дима Семенищев. Спасибо. Увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»